Здравствуйте, уважаемые товарищи! В связи со специальной военной операцией, совершенно правомерно стало удляться много внимания общественному производству. Потому что успех этой операции, естественно, зависит от того, в каком количестве, какого качества будет производиться вооружение. И когда производство стало играть такую заметную роль, производство всегда было основой материальной жизни общества. Но последние 30 лет считалось, что производство это такая задняя сцена, а на переднем плане были финансисты, управленцы, менеджеры, биржевые игроки, маклеры, дилеры, кого только не было. Так вот, сегодня выяснилось, что биржевые игроки, маклеры, дилеры и финансисты очень далеко отстают от того, что необходимо для создания нужных вооружений для специальной военной операции. Выяснилось, что все-таки производство, как было, так и остается основой материальной жизни общества, а сегодня просто. Производство это решающая сфера для обеспечения обороноспособности, ну и, значит, для вообще сохранения России как государства, ее развития. Вот такой объективный фактор, он повлиял, естественно, и на теоретические представления о роли производства. Вот если мы вспомним, значит, последние три десятилетия считалось, что на первом плане выступает сфера услуг, считалось, что именно здесь создается основная масса дохода, волового внутреннего продукта. Ну, а производство это какая-то такая долька, ну, нужна, конечно, вроде бы, ну, что с него возьмешь? Ну, тем не менее, значит, и без него не обойтись, но не эта центральная сфера, не эта центральная сфера. То есть, соответственно, с ним можно было обращаться как угодно, и вот такой взгляд он был естественным для тех, кто действовал в интерес к увеличению прибыли. Поскольку в силу больших распилительных процессов прибыль, между прочим, оседала преимущественно в сферах, где до производства было очень далеко. В финансовой сфере, значит, на фондовых рынках, вот там сколачивались большие состояния, там действовали, значит, гении финансовых проделок, гении, конечно, в кавычках, как называли еще их больше века назад. И вот на это было внимание обращено и, между прочим, сфера образования, и наука занималась этим экономическая, пыталась найти какие-то закономерности, производились подсчеты, рисовали всякие плечи, которые поведали, когда надо покупать акции, когда надо их скидывать. И вот лучшие умы, без шуток, многие лучшие умы, то есть потенциальные люди, которые могли бы двинуть действительно науку вперед, вот углубляясь в эти дебри, в хитросплетение, в эту самую поверхность современного классического общества, но и они были бы, выступали в качестве как бы гуру этих теоретических представлений. Что касается производства, мы тоже уделяли внимание, ну, например, была такая в УЗИ специальность, которая называлась антикризисное управление. И в чем же стояла суть этого антикризисного управления? Она стояла в том, что если предприятие, значит, имеет большую задолженность и не способно ее обеспечить, то надо ликвидировать это предприятие и тем самым завершить этот кризис. Чем? Ликвидацию предприятия. Ну, совсем так, как, значит, характеризовал в свое время перестройку, замечательный человек, замечательный рабочий, столевар из Новосибирска, Виталий Прокопович Байдужа. Вот он выступал на съезде учредительном коммунистической партии РСФСР тогда еще, и охарактеризовал замыселы перестройки и, в общем-то, ее уже результаты вот таким выражением, что легче стало деду, реже стал дышать, молодцы ребята, угробили старика. Вот он так говорил про то, что сделали реформаторы социалистической экономикой. Ну, вот по этой же линии пошли и корифеи, и гуру экономической науки, значит, в 90-е и 2000-е годы. Они тоже, так сказать, рассматривали производство как источник прибыли, взгляд-то, конечно, естественный, но дело в том, что, именно для капитализма, но дело в том, что прибыль значительно легче было получить путем распродажи, предприятия его закрытия, распродажи, значит, оборудования, вплоть до сдачи его металлолом, для превращения, от превращения производственных помещений в склады и так далее, и так далее, и так далее. Ой, как кто здесь трудились, эти вот, эти менеджеры, которых сегодня стали называть почему-то абстрактным менеджером. Почему они абстрактные менеджеры? Это не абстрактные менеджеры, это, так сказать, абстрактные, они не знали, чем они занимаются. Они очень хорошо знали, чем они занимаются. У них была целевая установка не развивать производство, а обеспечивать максимум прибыли от производства в короткие сроки. Любым путем. Если надо продать предприятие, продать, если его разделить на мелкие частички, будем разделять на мелкие частички. Поэтому они очень конкретные менеджеры. Это менеджеры, которые были ориентированы на финансовый результат. Это доведенные до логического конца ориентации на прибыль. Другое дело, что спецификой российской экономики оказалось то, что прибыль связана не столько с развитием производства, сколько с его разрушением, его распродажей в пользу распродажи так называемых активов. Кому? В том числе иностранным корпорациям, которые платили деньги. Не такие уж большие по меркам западных стран, но тем не менее, которые были достаточно для этой полчища. Этой стаи саранчи, которая называлась менеджерами, антикризисными менеджерами и так далее. Ну вот, когда возникла необходимость защищать Россию и как-то укреплять ее позиции экономические и оборонные, то выяснилось, что вот таким менеджерам и таким представлениям теоретическим, которые узаконивали ориентацию на прибыль и увеличение этой прибыли любой ценой, в том числе через всякие финансовые спекуляции и распродажи активов, вот этим людям и такой теории не по пути с Россией. Потому что России нужно укреплять обороноспособность, развивать промышленность, которая является корнем обороноспособности в современной экономике, развивать науку, которая будет ориентирована не на анализ этих бесконечных хитросплетений финансовых афер, а на то, чтобы обеспечивать развитие производства и создавать условия для развития производства. Ну и вот тут происходят определенные размежевания, которые обнаруживаются аж даже на уровне всяких дискуссий, политиков, публицистов и так далее. Причем, вот как вы видите, на телевидении в средствах массовой информации, естественно, вот сегодня решающая роль принадлежит тем, кто выступает за развитие производства и начинает вовсю, значит, критиковать и совершенно справедливо причем, вот увлечение финансовыми результатами, которые достигаются и достигались и достигаются в том числе даже и в ущерб развитию производства. Хорошо, значит, вот все эти теории, которые узаконивали и освещали вот эту погоню за прибыль любой ценой, они так или иначе расходятся с марксизмом, потому что марксизм, конечно, объяснял, как производится прибыль, но он показывал, что в конечном счете капитализм создает предпосылки для собственного отрицания, поэтому вот от марксизма теоретики держались подальше, те, кто, значит, объяснял вот развитие рыночной экономики в России. Но дело в том, что теория Маркса, еще раз говорю, что вот именно теория капитала, она раскрывала основной закон движения капитализма с его ориентацией на прибыль. А сегодня мы видим, что эта ориентация, значит, во многом противоречит развитию производства и зачастую просто вступает в противоречие в прямое. И поэтому на самом деле сегодня в основу функционирования нашего производства должна быть положена не теория, которая объясняет увеличение стоимости, а теория, которая объясняет современное производство, как производство, ориентирующееся на потребительную стоимость. И вот здесь мы отметим, что в экономической науке, в советской еще, правда в позднее советское время, была сформирована марксистско-ленинская, я подчеркиваю, марксистско-ленинская, трудовая теория потребительной стоимости, которая показывала, что экономика, которая основывается на развитии научно-технического прогресса, получает возможность для своего полного развития именно в условиях ориентации на потребительную стоимость. И что это означает? Вот это означает, прежде всего, что количество труда, которое должно затрачивать общество, оно определяется его обществами, потребностями, то есть мы отталкиваемся от необходимого объема потребительных стоимости и, исходя из этого, задаем объем необходимой труда, в том числе затрачиваемой в производстве. И мы понимаем, что если сегодня, значит, для проведения специальной военной операции нужно было определенное количество снарядов, ракет, танков, самолетов, то вот мы сегодня, во главу угла нашего производства, просто должны жизнь, эту необходимость ставить, именно потребительно-стоимостной подход, и отталкиваясь от этого, определять объем необходимых трудовых ресурсов. И, конечно, значит, это резкое изменение взгляда на производство и резкое изменение в господствующей экономической теории. То есть теперь важно не то, какую привилю получит собственник предприятия, объективно, для страны, а важно то, сколько будет произведено, причем по государственному оборонному заказу вооружения, какого качества и какие сроки. То есть, а уж прибыль там, это будет на втором месте с точки зрения государства. А если люди не понимают, что прибыль на втором месте, ну тогда, значит, вам, пожалуйста, уголовная ответственность за невыполнение оборонного заказа. Я понимаю, что, конечно, когда определяется необходимый размер производства, то должны учитываться соответствующие затраты, и оборонный заказ должен оплачиваться в соответствии с тем, чтобы эти затраты покрыть, но чтобы предприятие могло функционировать. Но все равно тут видно, что все эти стоимостные показатели играют вспомогательную роль. Они должны обеспечить достижение результата, выраженного в чем? Потребительные стоимости в количестве определенных благ материальных, да, и в определенных определенные сроки. То есть, мы видим разворот на потребительную стоимость, на потребительную стоимостную ориентацию производства. Это может показаться странным. Ну как же, все-таки сегодня капитализм. Но мы знаем, что, значит, военная обстановка, это своего рода общественный кризис, всегда. А всякий кризис, как мы понимаем, ускоряет развитие. И вот происходит некоторое такое забегание вперед. Забегание вперед к чему? Ну к тому, что, вообще говоря, получится полный простор при социалистическом производстве. Имея в виду, что социализм – это первая фаза полунизма. Поэтому можно сказать, и при коммунистическом производстве его первой фазе. Значит, итак, мы видим, что производство, значит, имеет, теперь обнаружилось, что имеет такую вот основополагающую роль, что ориентировано это производство на потребительные стоимостные результаты, а не на стоимость. И стоимость здесь играет только подчиненную роль. Ну, чтобы обеспечить вот достижение этих потребительных стоимостных результатов. Больше того, значит, поскольку мы ведем речь о развитии производства, а без развития мы ничего не сможем сделать, потому что надо и повышать и качество того, что производится, и количество. И мы понимаем, что вот всегда есть заделы новой техники, но я имею в виду и в вооружениях тоже. Но эта новая техника, значит, естественно, должна производиться в новых количествах по-новому. Да, и это невозможно без научно-технического прогресса в сфере производства. Значит, поэтому нужны критерии эффективности производства. И вот эти критерии тоже опять уже далеко уходят от того, чем раньше измеряли. Раньше измеряли все очень просто. Значит, если затраты, выраженные в деньгах, ниже оказываются, чем полученный результат в виде прибыли, тут всякие были хитрые формулы и не очень хитрые приведенные стоимости, то есть мы сопоставляем затраты в определенном экономике периода с чистым доходом в определенном другом периоде, и что вот этот финансовый результат должен превысить затраты. Это по-своему логично, но логично, опять-таки, при господстве ориентации на стоимость, а именно на ту часть, которая является, воплощает неоплаченный труд рабочих, то есть на прибавочную стоимость и прибыль как форму этой прибавочной стоимости. А вот когда мы берем эффективность при потребительной стоимостной ориентации производства, то здесь уже это не работает. А что работает? Работают потребительные стоимостные вещи. Значит, мы должны взять эффект от производства определенной продукции у потребителя. Вот если мы берем, пытаемся оценить и хотим оценить эффективность нового оборудования, то эта оценка должна осуществляться по тому, сколько это оборудование экономит труда у потребителя этого оборудования. То есть не сколько прибыли получит производитель станков, а сколько будет сэкономлено труда у тех, кто эти станки использует для производства конечной продукции. И здесь, конечно, что мы должны споставить? Мы должны споставить экономию в освобождении труда у тех, кто использует эти станки, с трудоемкостью производства этих станков и трудоемкостью использования этих станков у тех, кто их потребляет, что называется. И вот должна быть обеспечена чистая экономия труда, то есть в освобождении труда. То есть прошлого труда, затраченного на производстве техники, и труда, который связан с использованием этой техники, должно быть меньше, чем высвобождается труда от замены старых станков на эти новые. Вот совершенно другой критерий. Совершенно другой критерий. По отношению к тому, что было. Вот правда может показаться, что если мы высвобождаем труд у потребителей новой техники, то мы тем самым и увеличиваем и прибыль. То есть в освобождении труда совпадает с увеличением прибыли. Это не так. Вот в свое время Виктор Георгиевич Долгов, один из авторов вот этой новой трудовой теории, я имею в виду теории трудовой потребительной стоимости, трудовой теории потребительной стоимости, провел расчеты, которые показали, что еще в советское время по критерию прибыльности экскаватор был выгоден, а по критерию экономии труда он был не выгоден обществу, потому что он стягивал больше труда, чем высвобождал по сравнению с использованием старых экскаваторов. Но поскольку уже позднее советское время был разгол уже товарно-рыночных представлений и там критериями эффективности рассматривались прибыльности, в этом смысле сегодня мало чего изменилось, в том числе и в теории, я имею в виду в условиях капитализма российского, то тогда эти экскаваторы внедрялись, а надо было их основить бы выпуск и найти такие экскаваторы или произвести такие экскаваторы, которые бы экономили труд. То есть сегодня нужно экономить труд у общества, и поэтому, конечно, замещение старой техники на новую экономящую труд – это процесс, который должен регулироваться не в рамках одного предприятия, это процесс, который должен регулироваться по всей цепочке, по всей цепочке производственной, с тем, чтобы даже в отдельных звеньях трудоемкость могла бы и возрасти, но если это связано с улучшением качества и с повышением эффективности техники, которые будут применяться в следующих цепочках, то это нужно делать, пойти на вот это повышение трудаемости в одном звене, чтобы в конечном счете, в конце этой цепочки, в целом, общественный труд экономился и высвобождался. Это достаточно сложно, но это достаточно интересно, и, конечно, такая интеграция вполне достижима при современных средствах связи, при современных средствах коммуникации, при современных расчетных средствах. То есть, скажем, вот проблема измерения трудоемкости. Но мы измеряем трудоемкость сегодня в рамках одного предприятия, только в рамках всей производственной цепочке нельзя запущать трудоемкость. И вот выбрать такой производственный процесс, так его организовать, чтобы в конечном счете эта суммарная трудоемкость снижалась и труд высвобождался, экономился. Можно, конечно. То есть, технически все это настолько уже осуществимо, что вопрос только в том, почему же мы не осуществляем. Ну, в том числе и потому, что в главах сидит еще эта прежняя ориентация на стоимость, на прибыль и все формулы эффективности. Завязано на увеличении прибыли, а не на увеличении потребительной стоимостного эффекта в виде экономии труда. Но, тем не менее, настало время экономить труд, потому что, на самом деле, без этого мы будем использовать технику, которая у нас будет задерживать наше развитие. Развитие производства, повышение качества продукции, количество продукции. Хотя бы даже она будет увеличивать, увеличила бы прибыль. Но сегодня не прибылью. Мы будем действовать в рамках спецоперации тем конкретным продуктом, который производится в общественном производстве. Значит, дальше. Вот очень многое зависит от работников, и от рабочих в том числе, мы знаем. И как же обеспечивать развитие работников? Ну, повышить, повышать их квалификацию, обучать надо. Об этом много говорится, но надо, так сказать, еще это и наладить широко. Обучать не обязательно в том плане, что пройти какие-то курсы, хотя это тоже полезно. Обучать в рациональном приеме работы. И здесь огромные достижения есть. Вот я уже говорил о проекте, национальном проекте производительность труда и занятость. Там есть большие результаты достигнуты. Вот сегодня мне пришлось прочитать, что выработка повысилась в 50 раз. Наверное, все-таки опечатка за 3 года на предприятиях, участниках этого проекта. Не на всех, а на половине. В 50 раз. Ну, даже если в 5, то это вот проект, я не знаю, 4 года или 5 лет. Если в 5 раз выросла выработка одного работника, мы понимаем, что за счет интенсивности в 5 раз вы не увеличите выработку. Значит, здесь действительно произошло повышение производительности труда. Это замечательный результат. Так вот, если обучить таким рациональным приемам всех работников, если обучить таким рациональным приемам организации производства, всех управленцев, что вот такой рост выработки, мы получим огромную экономию труда. За счет чего? За счет обучения рабочих и работников. Не только рабочих, но и работников тоже, в том числе и управленческих. Значит, тем самым, вот если выработка выросла в 5 раз, то что это означает? Это означает, что работник, получивший такое развитие, которое умеет теперь действовать по-новому, замещает труд 4 работников. Пожалуйста, экономия труда. Сэкономил труд. Где было 5 работников, теперь хватает одного. А 4 что? Высвобождены. Точнее, не сами работники имеется в виду, конечно, а время, рабочее время, которое затратили бы 4 работника дополнительных, если бы они работали по-старому. Я все-таки предлагаю, конечно, различать, сказать, высвобождение труда и высвобождение работников. Я вот хочу сказать, что я подчеркиваю, что потребительный стоимостной эффект сам по себе означает высвобождение труда, а не работников, а не работников. Вот поэтому лучшим способом было использование этой экономии труда, например, если действительно выработка увеличилась в 5 раз, ну, сократить, скажем, рабочее время 2 раза всем работникам. А остальных перевести, так сказать, на новые рабочие места, на новые предприятия. И вот именно такой способ использования экономии труда, он сегодня очень актуален. Почему? Потому что мы знаем, какой острейший дефицит кадров рабочих, и не только рабочих, инженеров тоже. Вот если бы благодаря повышению производительности труда мы получали бы такое высвобождение, то его эффект был бы очень, так сказать, правильно использовать в этих двух формах. Значит, остающимся, остающимся рабочим, оставшимся рабочими предприятиями, если вот 5-кратный рост, да, производительности, мы, скажем, сокращаем рабочее время вдвое, тех, кого, так сказать, переводим на другие рабочие места, тех мы тоже готовим, обучаем, направляем в другие рабочие места, в те сферы, где наблюдается острая нехватка, да, то есть мобильность рабочей силы – это нормально. Ведь не только для военных, так сказать, для тех, кто ушел воевать, дал приказ ему на Запад и в другую страну. Если мы вспомним процессы индустриализации, то мобильность рабочей силы была очень высокая. Из Ленинграда отправлялись на Урал. И была задача, значит, ядрока рабочего коллектива, производственного коллектива, должны составить рабочие, так сказать, ленинградские на Урале. И потом, так сказать, на Комсомольск, на Муре направлялись люди. То есть это была нормальная ситуация. Понятно, что, конечно, нужно было строить и дома, и жилье, и то, что сейчас называется социальной инфраструктурой, что все это должно делаться в комплексе, разумеется. Но вот сама по себе трудовая мобильность – это тоже ведь очень неплохо. Потому что требуется и рациональное воспринение ресурсов труда по территории России. А то у нас одна ситуация – все едут в Москву. Принцип пылесоса. Это что, очень рационально, что ли? А ведь были даже теории, которые объясняли, ну и хорошо, вот чем больше в Москву, а там высокий вловой внутренний продукт, значит, тем больше, тем будет больше влового внутреннего продукта в расчете населения. А откуда берется этот вловой внутренний продукт? От того, что сдирают все это с этих окраин? Москва от самых окраин. Так, может быть, сейчас обратный поток надо сделать. А как его сделать? Ну вот таким образом, в том числе, на новые предприятия. И если мы такую трудовую миграцию будем организовывать за счет, ну и в пределах города, не обязательно, потому что далеко ехать, но и далеко можно поехать, найдутся желающие. Есть люди, которым интересно начать, что называется, с чистого листа на новом предприятии, которое будет по современной технологии сделано и, так сказать, на новом месте. Найдутся желающие. Тем более, что если это связано с такой острой необходимостью для общества, в советское время молодежь на это отвлекалась. И комсомольск наборен потому комсомольск, что поехали строить вот это совершенно дикое тогда место, именно комсомольцы. А сегодня там производят самолеты, которые, в том числе, я так понимаю, участвуют в нашей специальной военной операции. То есть, короче говоря, и здесь потребительность на основе критерий, то есть развитие работника, которое позволяет высвобождать, экономить труд для того, чтобы осуществлять производство в других отраслях, на других предприятиях, ну или в конечном счете, или высвобождать труд для того, чтобы больше времени, и это вот я хочу сказать, что это должно быть считание, больше времени сами рабочие имели для собственного развития и для отдыха. Ну и, наконец, третье, в чем проявляется потребительность на стоимостной эффект развития современного производства. Значит, если мы говорим о предметах потребления, то вот они производятся и будут производиться в условиях прогрессивающего производства с меньшими затратами труда. А раз они производятся с меньшими затратами труда, то как надо изменять цены? Понижать цены на эти предметы. А если цены на предметы потребления понижаются, то это означает, что для того, чтобы заработать средства для покупки предметов потребления, нужно меньше трудиться. Объективно. То есть, вот вам, пожалуйста, тоже потребительность на стоимостной эффект от чего? От производства предметов потребления при новых условиях. Для кого потребительность на стоимостной эффект? Для потребителей, для покупателей этих предметов потребления. То есть, они могут получить дополнительное время, поскольку для того, чтобы заработать на подешевевшие предметы потребления, то есть на те предметы потребления, цены которых Нужно меньше тратить времени. И в современных условиях это тоже очень актуально, потому что, ну хорошо, сегодня, значит, рабочие, работники на производстве работают в две смены напряженно, за счет этого напряженного труда, значит, они получают более высокую зарплату, а потом им приходят всякие счета за газ, за свет, в которых мы видим повышение тарифов. А затем, поскольку у нас газ это источник производства электричества, а на электричестве, например, производится основная часть хлебобулочных изделий, там электрическая энергия используется, это основная составляющая этих издержек, значит, повысили цены электричества, повышаем цены на хлеб и так далее, и так далее, и так далее. То есть, получается, что вот этот потребительный стоимостной эффект при условиях, когда цены не понижаются, он пропадает. И он во что превращается этот эффект? Эффект от производства предметов потребления в новых условиях, то есть с меньшими затратами предметов потребления, он во что превращается? Это, собственно, превращается в дополнительную прибыль. Дополнительную прибыль того, кто производит эти предметы потребления. Ну, сейчас разве время нам о дополнительных прибылях, что ли? Вот сейчас время такое, что нужно обеспечить доступность всем, и работающим, и неработающим, а сколько людей, значит, стали беженцами, которые приезжают в Россию, пока не дают места своей работы, их надо поддержать. То есть, очень напряженные в этом смысле ситуации, а мы будем повышать цены, потому что будем руководствоваться ориентацией на прибыль. По-моему, с этим пора прекращать. Тем более, что для этого будет возможность, и появляется возможность в связи с тем, что используется достижение научно-технического прогресса. И я еще раз повторяю, что хватит, так сказать, рассматривать программу производительности труда с ее очень впечатляющими результатами, как добровольное дело. Кто-то захочет, кто-то не захочет. Пора уже переводить это, переводить в разряд обязательных для всех производителей. Что там, собственно, обязательно? Надо обязать заниматься рационализацией всех, от директора до рабочих. Естественно, представлять для этого возможности, в виде дополнительного времени для обучения, для изучения этого передового опыта. Все это потом в сторице окупится. Окупится? В смысле затрат труда. Если мы потратим некоторое время в рамках рабочего для того, чтобы изучить передовые методы работы, а потом наша выработка, а точнее говоря, производительность повысится вдвое-втрое, то я вас уверяю, что вот эти затраты рабочего времени, а это на самом деле не затраты рабочего времени, а дополнительное свободное время, придет к тому, что затраты рабочего времени резко сократятся. Вот так, как сейчас это описывается. Ну, еще один пример я сегодня прочитал, что вот раньше, значит, троллейбусы ремонтировались в течение 60 дней, а теперь они ремонтируются в течение 30 дней. Вот вам высвобождение рабочего времени. Множьте эти 30 на 8, на сколько еще, или количество работников. Вот прям высвободилась масса этого времени. Вообще говоря, вот те, кто занимается производительностью, они хотят того или не хотят, они начинают оперировать трудоемкостью, снижением трудоемкости, повышением производительности труда и высвобождением, экономиями труда в производстве. Ну, чтобы разобраться в этих вопросах теоретически, надо обратиться к соответствующим источникам. Должен сказать, что в России сегодня очень много деланий, толковых экономистов. Вот Дилягин очень толковый экономист, дельный. Он рассказывает и о том, и о всем. Но прочитать у него систематически новый взгляд, такой теоретический взгляд, экономико-теоретический, полиэкономический взгляд на то, как должно организовываться общественное производство, вы не сможете. Потому что, ну вот, ну потому что он воспитан на старой, так скажем, стоимостной, как говорят, парадигме. То есть на представление о том, что производство эклистическое, это производство ради прибыли, да, да, есть в нем и тенденция в этом производстве, в эклистическом особенности временно, значит, к планомерности и к повышению роли потребительности на мощные показатели. Но для того, чтобы это вот связанное с систематическим формой представить, нужно было теорию изложить или, по крайней мере, изучить. Вот Дилягин, безусловно, трудовую теорию потребительной стоимости не изучал. Так же, как не изучал и Уехазин. Я уже назвал два, две фамилии очень толковых людей. Ну и Глазев тоже. Вот Глазев, он свою теорию развертывает, но все в рамках того, вот, да, надо организовать научно-технический прогресс, надо финансы отправить туда, надо меры, сказать, там, повысить фонда, значит, фонд амортизации, увеличить его целевого образа. Это все правильные вещи, но они берутся в такой форме, в которой не видно вот этого нового прогрессивного ядра потребительности на стоимостного. Но для того, чтобы понять, в чем это ядро, да, нужно саму эту теорию видеть в развертанном виде. Как это Маркс говорил, чтобы анатомия человека – ключик анатомии обезьян. Чтобы понять, что в обезьяне получит дальнейшее развитие, что в ней прогрессивно, надо знать анатомию человека. Чтобы понять, что в современном капитализме прогрессивно, надо встать на более высокую точку зрения. Надо посмотреть на и представить в тематическом виде развитие экономики социализма, как первой фазы коммунизма. И вот представляя, как развивается экономика социализма, как первой фазы коммунизма, мы можем понять, что нужно сделать сегодня, чтобы поддержать прогрессивные тенденции в нынешнем капитализме. Вот такая штука. Ну и кто же знает тогда вот эту теорию, кто ее разработал? Есть ли вообще такая теория, я имею в виду трудовую теорию потребительной стоимости? Но я уже упомянул Виктора Георгиевича Долгова, доктора экономических наук, профессора, в свое время он был первым проектом Санкт-Петербургского университета. Вот он, Василий Акачелемеев, с удовольствием называю это имя, доктор философских наук и доктор экономических наук. Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, кандидат экономических наук. Это создатели трудовой теории потребительной стоимости. И при желании можно найти эти работы, я вот беру одну из работ, называется «О закону стоимости к закону потребительной стоимости», автор которой Беллу, Волович, Ельмеев, Зиброва и Попов. Да, и вот эти авторы написали, так сказать, ряд трудов и издали, видимо, на графе, я просто их назову. Василий Акачелемеев, воспроизводство общества человека, 1988 год. К новой парадигме социально-экономического развития и познания общества, Санкт-Петербург, 1999 год. Виктор Георгиевич Долгов, Управление научно-экономическим прогрессом, потребительные стоимостные основы, Ленинград, 1988 год. Ельмеев, Долгов, Попов, Выборного курса, Москва, 1991 год. Уроки и перспективы социализма в России, Санкт-Петербург, 1997 год. И так далее. Ну и, наконец, коллективная имнография будущей и за обществом труда. Там тоже Ельмеев, и Долгов, и Попов, с автором, 1998 год. Ну и, пожалуйста, монография от закона стоимости к закону потребительной стоимости, Санкт-Петербург, 2003 год. Я взял монографии, можно найти и статьи, которые писали Михаил Васильевич Попов. И, значит, еще раньше писали, вот, уже названный автор. То есть, есть эта теоретическая основа, на которую можно опереться. И я думаю, что это будет очень полезно сделать. И организаторам производства, если они хотят понять, а вот как вообще развивается современное производство. Что в нем прогрессивного? Что обеспечивает прогресс производительных сил и повышение производительности труда? Да. Как измерять эти эффекты прогресса? Вот я уже об этом коротко сказал. Значит, на эти вопросы уже дан вполне развернутый теоретический ответ отмеченными авторами. Поэтому, может быть, уже хватит критиковать этих абстрактных менеджеров ту теорию, которая, значит, концентрировала свое внимание на делании денег из воздуха, а на самом деле на перераспределение созданного продукта, созданного производства в пользу тех, кто дальше всего отстоит от производства. Ну, и посмотреть на эту теорию, на эту теорию. В этом заинтересованы, между прочим, и рабочие тоже. И они даже без этой теории, вообще говоря, в значительной степени организованные рабочие, организованные в профсоюзах, встают на эту позицию. Ну, например, я уже упоминал об этих антикризисах управляющих. Я должен сказать, что, например, у нас есть прекрасный опыт борьбы с этими антикризисными управляющими на заводе «Электромаш». Да, сейчас завода этого нет, но опыт такой и был. И вот Владимир Михайлович Кудрявцев, который был регулировщиком радиоаппаратуры и, значит, душой стачкова «Электромаша», вот он может рассказать, как он боролся за сохранение производства, значит, за возможность производить нужные для обороны, в том числе, вещи, против антикризисного управляющего. То есть рабочие, когда они борются за сохранение своих предприятий, они на самом деле встают на точку зрения потребительности массовой. Потому что если сегодня по деньгам, может, это и невыгодно, может, это убыточно, но если это, значит, предприятие делает то, что больше никто не производит, то надо поддерживать это с народно-хозяйственной точки зрения. Иначе мы получим, что? Получим провал. И когда обороняют всю страну, ни отдельного, ни Иванова, Петрова, финансового, богача и так далее, значит, тогда вот этот общий результат будет теперь, так сказать, угрозой и какой-то убыток. Так что рабочий класс – это как раз и есть борец за потребительно-стоимостную ориентацию современного производства. Рабочий класс, конечно, который возглавляет со своей партией, то есть который борется за коренные свои интересы, а вот коренные интересы рабочего класса как раз и связаны с повышением производительности труда, с сокращением рабочего времени и увеличением свободного времени, как времени для свободного развития. Поэтому для успеха в современной специальной военной операции нужно обратиться к трудовой теории потребительной стоимости, книгам, которые я назвал, к людям, которые эту теорию могут изложить и излагают в своих публичных выступлениях. А кто это прежде всего? А это прежде всего Михаил Васильевич Попов, президент Фонда рабочей академии, доктор философских наук и сопредседатель и логической комиссии рабочей партии России. Вот рабочая партия России в свою программу включила эти коренные идеи, идеи трудовой теории потребительной стоимости. И поэтому, борясь в соответствии с своей программой, рабочая партия России как раз и продвигает в жизнь вот эти прогрессивные тенденции. Поэтому если мы, товарищи, кто-то, товарищи, далеки от теории и не хотят, и не могут, и нет в этом необходимости заниматься разработкой этических вопросов, а хотят ей руководствоваться, то, пожалуйста, вступайте в рабочую партию России, изучайте ее программу, действуйте в соответствии с этой программой, и тогда вы будете в общем ряду бороться за приоритет потребительности массового подхода к развитию современного производства, а не за максимизацию стоимости. То есть за то, что уже устарело и должно уступить дорогу другому способу производства и другой ориентации. Ориентации на обеспечении благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А сегодня трудовая теория потребительной стоимости – это теоретическая основа нашей победы, имея в виду, что это теоретическая основа развития отечественного производства, которую и кует оружие победы. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok